Здравствуйте дорогие друзья, добрый вечер. Я как всегда с вами Эдуард Петер и прошу не обращать на некоторое внимание, на некоторую нечувственность, на некоторую небритость. Я после недолгой и непродолжительной болезни снова с вами. Я не ушел от вас. И дело в том, что вы сегодня уже ознакомились с дальнейшим продвижением скульптинга. И во время этого изготовления этих изделий и изучения скульптинга мне вдруг пришла идея, которая долго не давала мне покоя. А идея такова, что можно, используя вот этот замечательный меж болт, где огромное количество настроек, можно делать разные болты, гайки и так далее, шурупы, шляпочки разные, то можно очень быстро научиться делать такие металлические скульптуры. У меня на сайте стимпанкер.ру были знакомые, в хороших отношениях мы были, в общем лично не знакомые, отношения были нормальные. Были ребята из фирмы Варка Подарка. И то, что они делали, превращало меня просто в ничто. Потому что так красиво, так хорошо, так профессионально. Вы знаете, я знаю, что с металлом не никак здесь, то есть варите и так далее. Варка не получится подарка, но в том, что сделать это, повторить в 3D, не мешал именно процесс сварки. То есть без сварки это просто куча приклеенных гайчик, а это совсем не то. Это совсем не то. Надо дать действительно впечатление, что это сварено. Вы знаете, вот есть такие фигурки, я вам сейчас их покажу, вот несколько примеров, которые сварены из гаек, из гвоздей, еще из чего-то, то есть поражают своей элегантностью, в то же время металлической такой элегантностью и простотой. И возможностью там творить. Действительно, на одной из выставок я имел удовольствие с одним из таких товарищей вживую, в Германии здесь общаться, трудоемкий процесс. И мы его с помощью блендера повторим. Клянусь, повторим. Вот для этого нам надо изобрести способ, как делать сварку. Я посмотрел, что-то там, что-то сложности какие-то. Я бы хотел совместить болт и скульптинг, то есть межболта и скульптинг. Понятно, что у того выйдут полигоны покрупнее, а скульптинги нужны маленькие. И вот как найти это, я попробую сам придумать, а потом, может быть, кто-то подскажет, как это сделать проще. Итак, начнем мы с того, что я сейчас следом после этого видео информационного, я попробую сделать первую сварку. И вам, конечно, я ее покажу и расскажу. У меня же от вас тайны нет. Я думаю, для общей пользы. В любом случае, в любом случае, то, что вы будете продолжать учиться, создавать, пользоваться этими мешами, соединять их и так далее. Просто, в общем, в общем, в общем.